Привет всем ютуберам! Вы на канале GFP. В середине мая Valve добавила новую версию Source Filmmaker для рендеринга и создания анимации на движке Source 2 в Half-Life Alyx. В сообществе новую версию программы прозвали Source 2 Filmmaker или S2FM. В этом видео вы узнаете все о том, как установить и настроить вторую версию программы Source Filmmaker. Поехали! Первое. GCF Escape. Для начала вам необходимо загрузить программу, известную как GCF Escape. Программа бесплатная. Она понадобится нам для открытия и извлечения файлов аддонов типа VPK. Ссылку на программу вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. В процессе установки программы самое главное поставить галочку там, где написано VPK. Второе. SteamVR. Вторым шагом будет загрузка инструмента SteamVR. По умолчанию на каждом Steam аккаунте должен быть доступен SteamVR. Чтобы в этом убедиться, зайдите в свою библиотеку Steam и в фильтрах поиска поставьте галочку возле группы «Инструменты». После этого SteamVR должен появиться в библиотеке. Найдите его и установите. Вам не нужен VR-шлем. Если вы думаете, что вам потребуется шлем виртуальной реальности для SteamVR, то это не так. В этом видеоуроке предполагается то, что у нас нет VR-шлема. Поэтому мы будем использовать обходной путь для запуска данных инструментов. Стартовая сессия с исправленным освещением. Вы должны скачать так называемую стартовую сессию. Ссылка на нее, как обычно, будет в описании и в закрепленном комментарии. В будущем при работе в S2FM она вам обязательно понадобится. Создание своего аддона. Чтобы работать в S2FM, вам надо создать свой базовый аддон. Запускаем SteamVR и переходим к этому окну. Щелкните правой кнопкой мыши на окно, зайдите в мастерскую, а затем нажмите на кнопку «Создать-изменить» среду исполнения. Затем вы перед собой увидите такое вот окно. Здесь вы нажимаете на кнопку «Create Empty Add-on». Назовем наш аддон SVR-FM. Сейчас мы видим, как наш аддон появился в окне программы. Нажимаем на кнопку «Create Desktop Shortcut». То есть создаем ярлык на рабочем столе. Он должен выглядеть примерно так. Щелкните правой кнопкой мыши по нему и откройте «Свойства». Обратите внимание на строку с названием «Объект». Здесь нам предстоит вписать наши пользовательские параметры запуска. Указываете путь к корневой папке, в которой у вас установлен SteamVR. Чтобы это посмотреть, я открываю Steam. Ищу в инструментах SteamVR, нажимаю правой кнопкой мыши по нему, открываю «Свойства», затем «Локальные файлы» и «Посмотреть локальные файлы». Откроется корневая папка, в которой у вас установлен SteamVR. Копируете путь папки установки SteamVR и вставляете в объект нашего ярлыка. А сейчас, внимание, этот путь не полный. Вам необходимо добавить следующие папки и команды. Найти полный путь объекта вы можете в описании к данному ролику или в закрепленном комментарии. Копируете его и вставляете в поле «Объект» нашего ярлыка. Теперь дважды щелкните по ярлыку. Если вы сделали все правильно, то у вас загрузятся два окна. SteamVR Home и Asset Browser. Именно с помощью этого ярлычка на рабочем столе вы запускаете программу. Source 2 Filmmaker запускается именно таким образом. Нажимаете на значок SFM и у вас открывается его вторая версия. Мы установили SFM 2. При этом нам не понадобился ни VR-шлем, ни Half-Life Alyx. Но в программе, к сожалению, практически нет никакого контента. Поэтому следующим шагом у нас станет добавление контента в программу. И тут у меня для вас две плохие новости. Во-первых, Source Filmmaker 2 в настоящее время не поддерживает старый контент Source 1. И неясно, будет ли он поддерживать его вообще. То есть, чтобы вы понимали, вы не можете просто взять модельку из Source Filmmaker 1-й версии или карту и добавить ее в библиотеку SFM 2-й версии. Потому что форматы отличаются. И тут есть только два выхода. Либо вручную как-то переконвертировать все ваши нужные необходимые модельки вручную. Либо искать интересующие вас модельки где-то на просторах мастерской или в интернете. И второй минус, очень серьезный, это то, что SFM 2 очень сырая программа. Помните, я в начале видео вам говорил то, что надо скачать стартовую сессию? Так вот, без нее вы не сможете сделать нормальное освещение. Потому что оно сломано. Именно что сломано. При попытке создать источник света в любой другой сессии, у вас ничего не получится. Вы не будете видеть ни свет, ни теней, ничего. Давайте сначала разберемся с загрузкой стартовой сессии для SFM 2. В описании есть ссылка на нее на Google Диск. Вы на нее заходите и скачиваете эту самую стартовую сессию. И размещаете dmx файл в этой директории. Здесь у вас будут храниться все созданные проекты Source Filmmaker 2-й версии. Давайте запустим S2FM, откроем эту сессию и убедимся, что свет работает. Создадим какой-либо объект и посмотрим его реакцию на свет. Давайте добавим в программу какую-нибудь карту. Аддон из мастерской SteamVR отлично подойдет. Аддон я буду скачивать через сайт Steam Workshop Domloader. Я просто копирую ссылку аддона и вставляю ее на сайте. Затем нажимаю скачать. У вас должен был скачаться архив. В нем вы должны найти файл с расширением VPK. Вам необходимо извлечь его из архива. Помните, я вам говорил в начале видео скачать программу GCP Escape? Так вот, сейчас с ее помощью вам надо открыть этот файлик. После того, как вы открыли файлик с помощью программы GCP Escape, вы увидите в нем очень много папочек. Именно они нам и нужны. Затем вам надо просто перенести все папки в директорию SVRFM. Там вы можете хранить все ваши аддоны. Для того, чтобы открыть нашу скачанную карту, надо нажать правой кнопкой мыши на экран и выбрать Set Session Map. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В мастерской с тембе, также можно найти локации из Half-Life Alyx. Ссылки на все эти аддоны будут в описании к ролику и в закрепленном комментарии. В общем, это все. Я пытался импортировать модельки персонажей из Team Fortress 2, но у меня ничего не получилось. Они почему-то были без текстурок. К сожалению, SFM 2 остается очень сырой программой, хотя у нее есть огромные перспективы. Если SFM 1 версия у меня лагает очень сильно, то SFM 2 работает у меня на компьютере просто прекрасно. Видно, что Valve заморочились с оптимизацией. Целью данного видео была установка именно SFM 2. Мне важно было показать и доказать то, что установить программу можно без VR-шлема и Half-Life Alyx. Если у вас есть какие-то вопросы, то можете связаться со мной по электронной почте, или в ВК, а также в Дискорде. Все ссылки будут в описании ролика. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оценивайте видео и заходите на мой сервер в Дискорде. До новых видео. Пока.